еще совсем недавно у меня была хорошая семья я вера мой муж юра наша дочка дашенька и маленький щенок дик все было прекрасно наша жизнь шла своим чередом и ничего плохого я не ожидала но как-то днем юра позвонил я не приду сегодня ночевать да вообще я больше не приду к тебе я полюбил другую женщину сказал юра я как-то спокойно восприняла уход юры наверное потому что не любила его а замуж вышла за него потому что ждала ребенка то вообще у меня были подозрения что у юры есть другая женщина ну что же тут поделаешь жизнь продолжается и нужно было жить по-другому и растить дочку да и свет клином на юре не сошелся а дик просится на улицу гулять я отделась после звонка юры и пошла с диком гулять было очень холодно дул сильный ветер и шел снег когда мы проходили мимо детской площадки я увидела женщину сидящую на скамеечке с маленьким чемоданчиком по ней было видно что она давно сидела на этой лавочке очень замерзла и дрожала от холода я поняла что женщине некуда было идти и если она еще побудет на улице окончательно замерзнет мы с диком подошли к женщине я спросила ее почему вы тут сидите в такой холод что случилось с вами может вас кто-то обидел давайте полицию вызовем может вам помогут не волнуйтесь я немного посижу наберу сил и пойду дальше а вообще-то мне и идти-то некуда сказала женщина я подумала если я сейчас уйду бездушно оставив ее на улицу то она просто замерзнет я предложила женщине пойти со мной в мой дом чтобы напоить чаем и согреть тамару ильиничну так назвали себя женщина взяв ее чемоданчик она послушно без всяких слов пошла за мной когда мы зашли в дом тамара ильинична не могла даже разговаривать я быстренько согрел ей ноги напоил горячим чаем с малиной и закутала в теплое одеяло женщина согрелась и все рассказала о своей нелегкой судьбе тамара ильинична рассказала что рано осталась без мужа много работала и все для единственного сына максима чтобы он ни в чем не нуждался поэтому и вырос эгоистом дальше было все хуже максим начал выпивать приводить домой собутыльников и стал совсем неуправляемый а вчера привел домой какую-то девицу сказал тамара ильинична девушка сказала ты же максим сказал один живешь максим ответил это моя тетка сейчас она уйдет подошел ко мне и сказал чтобы я быстро убиралась из дома есть говорит у тебя дача вот иди туда и живи там можно сказать за шею на меня выгнал за порог иногда мне казалось что сын ненавидит родную мать и вот его поступки все это подтвердилось сказал тамара ильинична я уложила женщину и она моментально уснула потому что согрелась и успокоилась но я никак не могла уснуть потому что не знал как ей помочь в ее тяжелой судьбе я придумал как помочь бедной женщине и спокойно уснула утром я проснулась тамара ильинична уже не спала она уже собиралась уходить но я ее остановила попросила остаться и оказать мне помощь какую помощь я и объяснила что мне хочется выйти на работу а дашенька часто болеет поэтому нужно чтобы вы присматривали за дочкой и за собачкой диком женщина недолго думая согласилась она наверное почувствовала тепло дома и доброту наших сердец но с условием что весной они с дашенька поедут на дачу а по выходным чтобы я приезжал тоже на дачу мы так и поступили жили душа в душу а весной все вместе перебрались на дачу к тамаре ильиничны однажды вечером к нам пришел сосед и увидев незнакомых людей подумал что это гости но тамара ильинична сразу сказала о том что это ее новая семья дочка вера внучка даша и наш щенок дик очень хорошо сказал михаил но я к вам зашел с предложением провести газ тамара ильинична отказалась потому что дорого но михаил взял все расходы на себя вечером михаил пригласил меня погулять вдоль реки и мы рассказали друг другу о своих судьбах он поделился что рано вдавил и чтобы не думать о своем несчастье ударился в работу рано утром все проснулись от сильного крика это кричал на всю округу сын тамары он поливал меня самыми грязными словами и что это мошенниче ничего не получит и чтобы мать собиралась к нотариусу и написала завещание на дом на него на родного сына михаил вышел во двор и был удивлен почему максим кричит на женщин он пригласил максима к себе на дачу через некоторое время он тихо и спокойно ушел во своя си оказывается михаил сказал что я его жена а тамара ильинична продала дом михаил а деньги отдала благотворительный фонд тамара ильинична сказала верочка завтра же пойдем к нотариусу я хочу подарить вам с дашенькой дом я очень счастлива что у меня появилась такая хорошая семья а больше всего я рада что у тебя верочка появился надежный человек михаил